Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, первое сообщение посвящено патогенезу, клинике и фармакологическому лечению COVID-инфекции. Говорить об актуальности излишне в нашей аудитории, поэтому я покажу лишь один слайд по этому поводу, содержащий информацию по заболеваемости и смертности в Италии, Испании и нашей стране. Я хотел бы обратить внимание, что это показаны данные со 2 марта по 7 апреля, и обратить ваше внимание лишь на наклон данной кривой в Италии, Испании и очень высокий подъем в Российской Федерации. Именно поэтому все ресурсы нашего здравоохранения сейчас направлены на то, чтобы сгладить этот пик, чтобы все наши медицинские учреждения были готовы к приему пациентов с тяжелыми формами заболеваний, потому что легкие формы COVID должны лечиться в амбулаторных условиях. Летальность по возрастам принципиально различается. Мы с вами прекрасно знаем, что в опасной зоне находятся пациенты старших возрастных групп и с коморбидными заболеваниями. Обратите внимание, что у пациентов в возрасте больше 80 лет смертность практически 15%, а у пациентов менее 50 лет она составляет менее полупроцента. Хотя и сейчас уже зафиксированы единичные случаи гибели подростков, детей от коронавирусной инфекции. Что такое коронавирус? По сути дела это бета-коронавирус, принадлежащий к семейству коронавиридей и относится он ко второй группе патогенности, потому что это новый коронавирус с новыми свойствами. На самом деле в среде циркулируют несколько коронавирусов ежегодно, вызывая достаточно невыраженные по симптоматике остроэспираторные вирусные инфекции чаще у детей. То есть по сути дела с коронавирусом мы встречаемся достаточно часто, а вот патогенез новой коронавирусной инфекции изучен недостаточно. Мы с вами не представляем, какая длительность и напряженность иммунитета в отношении нового коронавируса. И в соответствии с этим мы не можем быть уверены, насколько длительно сохраняется вот эта иммунная защита после перенесенной коронавирусной инфекции или после вакцинации, которая, собственно говоря, в течение ближайших месяцев мы, я надеюсь, сможем проводить. Но ближайшие месяцы это как минимум полгода. При этом мы должны помнить, что иммунитет при инфекциях, которые вызываются другими представителями семейства коронавирусов, он нестойкий. Возможно, повторное заражение. Говоря о различной нормативной документации, необходимо подчеркнуть, что мы сейчас пользуемся документами и российскими, и зарубежными. Мы аккумулируем всю имеющуюся информацию, и поэтому я хотел бы привести лишь один пример, насколько важно понимать, что есть локальные особенности такой документации. Например, по классификации патогенности, действующей на территории России, коронавирус относится к второй группе патогенности. К первой группе, например, это самое тяжелое инфекции, а относится, например, чума. В Всемирной организации здравоохранения используется обратная классификация патогенности. Там наиболее тяжелые инфекции относятся к четвертой группе патогенности, поэтому коронавирус относится к третьей. необходимо помнить, что различные классификации могут иногда вводить нас в некоторые заблуждения. Говоря о патогенезе данной инфекции, я хотел бы привести этот слайд, который демонстрирует, что по нашим оценкам существует несколько фаз развития данной инфекции. На ранней фазе, при легком течении COVID-инфекции, происходит активация альвеолярных микрофагов, активируются лимфоциты, развивается адекватный иммунный ответ. И в этой ситуации подавлять его, конечно же, не нужно. И исследователи предполагают, что в этой фазе, может быть, наиболее оптимальным была бы определенная даже стимуляция иммунного ответа. Если же мы говорим о дальнейшей, о второй фазе, о тяжелом течении коронавирусной инфекции, то в этой ситуации происходит переактивация клеток монстарной микрофагальной системы, гиперактивация нейтрофилов с развитием геолиновых мембран, линьки инспираторного эллистресс-синдрома, тяжелом течении, при котором основным повреждающим фактором является не сама по себе уже коронавирусная инфекция, а гиперэргический, чрезмерный ответ иммунной системы на эту инфекцию. И, как вы видите, предполагаемые механизмы воздействия, они принципиально разные. Стимулирующие на первом этапе и подавляющие иммунный ответ на втором. Если мы сможем с наличием определенных биомаркеров четко определять эти этапы, это позволит нам более точно оценивать эффективность применения тех или иных препаратов у пациентов, находящихся на разных фазах развития данной инфекции. То есть, первую фазу – это адекватная стимуляция иммунной системы, а вторую фазу – это эффективное подавление гиперэргического ответа. Если мы говорим о симптомах ОРВИ, пациенты с легкими симптомами должны лечиться в домашних условиях. Это изоляция, они не должны выходить из дома, лечение всего производится на дому. Естественно, с использованием телемедицинских систем под постоянным контролем врачей. Если же имеется выраженная интоксикация, декомпенсация по основному заболеванию, десатурация, повышение температуры тела значительное, то в этом случае по решению врача необходима госпитализация медицинских учреждений. Мы ориентируемся в настоящее время на временные методические рекомендации, которые постоянно обновляются в Минздраве. Сейчас версия 4 актуальна, 27 марта, и нет сомнений, что будут появляться следующие версии по мере накопления научной и клинической информации. Говоря относительно клиники, инкубационный период достаточно различен у пациентов от двух дней до двух и даже трех недель, по некоторым данным. Но в среднем это порядка пяти дней. Когда мы можем выписывать пациентов? Вот вы видите по статистике, что многие пациенты уже выписываются. При отсутствии клинических проявлений болезни и получении двукратного в обязательном порядке отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК вируса методом ПЦР с интервалом не менее одного дня. В данной связи я хотел бы развеять очень опасное заблуждение, которое бытует. Заблуждение, которое состоит в том, что пациенты без симптомов, пациенты с отсутствием изменений на компьютерной томограмме, они не могут являться источниками вируса. Это очень опасное заблуждение, потому что оно представляет ложное ощущение безопасности таким пациентам. Я хочу подчеркнуть, что у большинства пациентов инфекция проходит в легкой форме. Более 80% пациентов переносят инфекцию данным коронавирусом в очень легкой форме. Многие из них не имеют симптомов вообще, но они при этом могут оставаться эффективными переносчиками данного коронавируса, распространяя его в популяции. Поэтому социальное дистанцирование, оно очень важно в данной ситуации для всех жителей Российской Федерации, вне зависимости от того, есть у них признаки наличия ковидной инфекции или нет. Если говорить об этих признаках, наиболее частый признак – это повышение температуры тела, практически у 90%. Но, коллеги, я хотел бы подчеркнуть, что иногда повышение температуры тела, во-первых, это не у 100%, а во-вторых, иногда повышение температуры тела развивается не сразу, и необходимо это помнить при оценке состояния пациента. Кашель. Чаще всего сухой или с небольшим количеством мокроты. У половины пациентов развивается одышка. Это очень важно с клинической точки зрения симптом. Миалгия, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Ну и, конечно же, один из наиболее обсуждаемых симптомов – это потери обоняния, которые встречаются гораздо реже, чем вышеописанные симптомы, но достаточно характерны, мы видим, у определенного количества пациентов. Но вы видите, что в целом клиническая симптоматика достаточно неспецифична. Чаще всего коронавирусная инфекция, если развивается симптоматика, она, так сказать, развивается с клиникой ВОРВИ легкого течения. Возможные осложнения. Наиболее частым осложнением является пневмония, которая может протекать с острой дыхательной недостаточностью или без нее. У небольшого процента пациентов развивается острый респираторный дистресс-синдром, смертельное и опасное осложнение, которое имеет большой процент смертности. Сепсис и септический шок. Какой алгоритм обследования пациента с подозрением на COVID? Это, конечно же, сбор жалоб, анамнеза и эпид-анамнеза, который очень важен с точки зрения дальнейшего предотвращения развития инфекции. Физикальное обследование, которое мы с вами все прекрасно знаем. И в данной ситуации я хотел лишь подчеркнуть, что для оценки уровня сознания рекомендуется использование шкалы глаз. Достаточно простая шкала, вы можете ее скачать на любом сайте, и вы сможете эффективно оценить уровень сознания и быстро оценить уровень сознания ваших пациентов. Какое лабораторное обследование? Общий анализ крови с лейкоформулой. Мы обсудим дальше ее особенности. Биохимический анализ крови. Биохимический анализ крови достаточно стандартен. Он не имеет особенной специфики и служит нам для оценки возможности поражения других органов. ЦРБ в сыворотке крови очень важный параметр, как и пульсоксиметрии, который является абсолютно обязательным. При десатурации исследование газа в артериальной крови, определение пашки, карбоната, локтана. При острой дыхательной недостаточности выполнение коглограммы с определением протамбинового времени, МНО, АЧТВ. Ну и, конечно же, выявление РНК вируса методом ПЦР. Мы с вами говорим относительно особенностей исследования крови. Отмечается лейкопения у третьих пациентов. Даже при развитии пневмонии мы очень часто не видим лейкоцитоза. На самом деле мы его видим достаточно редко при развитии пневмонии, при COVID-инфекции. Лимфопения у 82% пациентов. Это очень важный симптом. И по некоторым данным выраженность лимфопении, она в определенной степени коррелирует с тяжестью заболевания. Тромбоцитопения у третьих пациентов. Как мы с вами говорили, повышение цирреактивного белка очень важно с точки зрения оценки состояния. Необходимо отметить повышение дедимера у половины пациентов и значительное повышение эферитина. Если мы говорим о повышении прокальцитанина, который мы ассоциируем с бактериальным характером инфекции, то повышение прокальцитанина у минимального количества пациентов, меньше 10% пациентов, имеет повышение прокальцитанина. Относительно диагностики ПЦР, диагностики РНК-вируса. Наиболее информативно мазок износа, 63% положительных результатов у ковидных пациентов. При выполнении мазка из глотки это 32%, вдвое меньше. Выше эффективность оценки мокроты. И, конечно, наибольший информативный дает выявление ковид в жидкости бронхоальвеолярного лаважа. Но, коллеги, я хотел бы подчеркнуть, что эндоскопические манипуляции с точки зрения уменьшения возможности динаминации, эндоскопические манипуляции, конечно, необходимо минимизировать, насколько это возможно. Равно как и ингаляционные процедуры с использованием, например, негулайдов. На данном слайде представлен клинический пример одного из наших пациентов, 43-х лет, который заболел остро, сухим кашлем, повышение температуры тела по 39,5 градусов. И он отмечал потерю обоняния, достаточно быструю потерю обоняния, на что он обратил внимание. Д-сатурация на атмосферном воздухе до 92%, лейкоциты 3,8, лимфоциты, значительная лимфопения 0,56, ЦРБ, значительное повышение до 184 мг на литр, прокальстанин отрицательный и повышение дедимера. На данной компьютерной томограмме вы видите полисегментарные двусторонние поражения, полисегментарную двустороннюю внебольничную пневмонию, участки матовых стекол и формирование консолидации. Летальность при внебольничной пневмонии, она зависит не только от вируса, а от тех возбудителей, которые идут за вирусом, потому что развивается лимфопения, и, конечно, есть опасность развития бактериальной инфекции на этом фоне. Мы с вами прекрасно знаем, что летальность ассоциирована с тем возбудителем, который может вызвать эту инфекцию. Я хотел бы сказать из опыта до ковидной эры, что прием настероидных противоспалительных препаратов очень часто, особенно у молодых больных, ассоциируется с возможной задержкой начала антибактериальной терапии. В данной ситуации практически все пациенты получают настероидные противоспалительные препараты, в основном парацетамол, и, конечно же, достаточно часто происходит такая задержка в назначении антибиотик. Поэтому антибиотики должны назначаться сразу. Несмотря на то, что мы понимаем, что основной идеологический фактор в данной ситуации – это вирусная инфекция, мы с вами понимаем, что антибактериальные препараты не действуют на вирусную инфекцию, но чаще всего развиваются вирусно-бактериальные ассоциации, и как раз для лечения бактериальной инфекции мы и назначаем с вами антибиотики. Введение пациентов с внебольничной пневмонией в мабулаторных условиях относительно современных рекомендаций. Эти рекомендации касаются то, что называется «довоенной эры», «до ковид». Препараты выбора – ампициллин внутрь, макролиды внутрь, или если у пациента в возрасте старше 60-лет с коморбидными заболеваниями с приемом антибиотиков в течение нескольких месяцев до заболевания, это защищенные ампициллины, респираторные вторхиналоны, которые представлены на данном слайде. И по рекомендациям поведения у пациентов в стационарных условиях, препаратами выбора являются ампициллин, препаратами резервные защищенные ампициллины, либо респираторные вторхиналоны, либо комбинации, которые представлены на данном слайде у пациентов старше 60 лет с сопутствующей патологией или с факторами, или приемом антибиотиков в ближайшие 3 месяца. Коллеги, я хотел бы, вы все читаете эти рекомендации, я хотел бы отдельно обратить ваше внимание, что, конечно же, не надо использовать внутримышечный путь введения. Если вы вводите парантерально, то вы вводите внутривенно. Не забывайте о ступенчатой терапии. Если здесь подход такой же, у госпитализированных пациентов подразумевается, естественно, более тяжелое течение внимания, поэтому начинать целесообразно с парантеральных антибиотиков. Стартовая терапия предполагает внутривенное их введение, а по мере клинической стабилизации вы можете переводить на пероральный прием соответствующих антибиотеральных препаратов. Если мы говорим относительно особенностей антибиотикотерапии в соответствии с временными методическими рекомендациями по лечению коронавирусной инфекции, это сразу защищенная аминопенициллина, амоксициллин, клаваланат, респираторная фторхиналон, элеофоксацин, моксифоксацин, цифлоспорина третьей генерации, цифтооксин, цифтореаксон, цифторолин, В ряде локальных протоколов используется азитормицин, учитывая его данные по влиянию на ковид-инфекцию, и поэтому в ряде локальных протоколов используется комбинация с азитормицином. При антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции, при выделении золотистых стафилококков и соотделяемых дыхательных путей, то рекомендуется назначение адекватных доз аксицилина или бацифазолина, либо, если есть опасность развития МРСА, а для нашей страны она не очень большая, то назначаются соответствующие препараты, ванкомицин, цифторолин, гензолин. Но необходимо отметить, что наиболее универсальными антибиотиками для лечения тяжелой бактериальной пневмонии в данной ситуации являются цифторолин и ленизолин, так как их профиль активности характеризуется высокой активностью в отношении пневмококков и стафилококков, в том числе чувствительным и резистентным к метицелину. На данном слайде представлена схема антибактериальной терапии коронавирусных пневмоний, которая предложена нашими итальянскими коллегами, которые в неделю уже выдерживают удар коронавирусной инфекции. Если у пациента низкого риска инфицирования синегной палочкой или мицелин-резистентными стафилококком, в этом случае они используют комбинацию цифроспоринов плюс азитромицин или левофоксацин, или защищенные аминопенициллины плюс азитромицин или левофоксацин, о чем мы с вами уже говорили. Если же высокий риск развития синегнойной инфекции либо МРСА, то в этом случае предполагается назначение цифторолина, цифтопепрола или ленизолида, то, что мы с вами уже говорили, или соответствующие препараты, действующие на синегнойную инфекцию. Это антисинегнойная цифолоспорина, торхиналоны и карпофенема, которые представлены на данном слайде. И в заключение я хотел бы предоставить вам информацию относительно лечения собственно коронавирусной инфекции. В настоящее время опубликовано консолидированное мнение, которое было выработано 3 апреля 2020 года, ведущих специалистов респираторной медицины в рамках международной группы Американского теракального общества. Представлены рекомендации по назначению вирус-специфической терапии. Это промежуточное руководство, которое находится в ожидании поступления следующих эмпирических данных. Итак, предложение по лечению COVID. Мы с вами все обсуждаем вопросы назначения хлорохина и гидроксихлорохина для амбулаторных пациентов. Я дал результаты голосования, потому что практически ни по одному пункту не было единогласного решения. Посмотрите, большинство специалистов против назначения гидроксихлорохина для амбулаторных пациентов. Если мы говорим о госпитализированных пациентах без пневмонии, то 42% против, решение не принято. А вот применение гидроксихлорохина и хлорохина для пациентов с подтвержденным COVID и тяжелой пневмонией, причем если болезнь достаточно тяжелая, чтобы оправдать проведение исследовательской терапии, да, это в любом случае исследовательская терапия, то по голосованию подавляющее большинство было за. Решение считается принятым, если его поддерживают более 70% специалистов. Как вы видите, однозначная практически поддержка. Почему? На чем это основано? На том, что поступили данные, что гидроксихлорохин и азитромицин эффективны в качестве лечения COVID-19. Обратите внимание, что снижается количество копий коронавируса при применении гидроксихлорохина по сравнению с контролем. На чем это основано? На том, что гидроксихлорохин блокирует как проникновение вируса в клетку, так и вирусную репликацию, и в том числе плаквенил, действуя как слабый иммунодепрессант, он в том числе снижает вероятность развития цитокинового шторма, которого мы с вами очень боимся, развития которого мы очень боимся. И вот данные по эффективности, по использованию гидроксихлорохинов в комбинации с азитромицином. Это группа контроля, это гидроксихлорохин, а это комбинация гидроксихлорохина и азитромицина. К пятому дню у всех пациентов, которые были включены в исследование, уже не отмечалось наличие коронавируса в образцах ПЦР. Но, коллеги, казалось бы, вопрос решен, давайте все лечить именно такой комбинацией. Но обратите внимание на количество пациентов, которые участвовали в данном исследовании. Оно минимально. И существуют конфликтующие данные. И поэтому мы не можем однозначно говорить о том, что эта комбинация является эффективной. К сожалению, есть и обратные данные. На чем основано использование макролидных препаратов? Мы с 2009 года имеем информацию, что клоритромицин, азитромицин 15-членный антибиотик, клоритромицин 14-членный макролид, снижает титр вирусов гриппа H3N2 в эпителиальных клетках и обладает противовоспалительным действием. И тогда еще предлагалось использование макролидных препаратов как одного из дополнительных элементов лечения гриппа. Какой возможный противовоспалительный механизм действия макролидных антибиотиков 14-15-членов? Уменьшение уровня интерлекина-1-альфа, уменьшение выраженности оксидативного стресса, это показано во многих работах, уменьшение уровня фактора некроза укупли интерлекина-6 и интерлекина-8. И сейчас обсуждается прямое действие 14-15-членов макролидов, клоритромицин, азитромицин, напрямую на комплекс Айкапа-Би и НФКапа-Би с противовоспалительным действием. И поэтому авторы сейчас в последних работах пишут, что считается, что лечение макролидами самостоятельными в комбинации с другими препаратами является перспективным и открывает возможность разработки международной стратегии борьбы с этой возникающей вирусной инфекцией. Коллеги, но я с клинической точки зрения подчеркиваю, что и плаквинил, и гидроксихлорохин, и азитромицин, и аритромицин, они имеют побочные эффекты. И в ряде ситуаций эти побочные эффекты суммируются. Например, влияние на интервал КУТЭ. Обращайте очень пристальное внимание на интервал КУТЭ у этих пациентов при совместном назначении препарата. Рекомендация четвертая. Рендосевир. Этого препарата нет у нас в стране, но эксперты высказались положительно. Вы видите, не достигли 70% барьера, но в любом случае 68% экспертов за применение рендосевира для госпитализированных пациентов с COVID и пневмонией. Это пока еще не выпущенный на рынок широко препарат. Он разрабатывался для лечения вируса Эболой и подобных инфекций. Но в настоящее время его у нас с вами нет. Лобиновир и тонавир. Большинство экспертов высказалось против для применения комбинации этих препаратов. Это антивич препараты, вы знаете, для госпитализированных пациентов с COVID-19 пневмонией. Почему? Есть положительные данные, опять же, конфликтующие. Есть данные относительно отсутствия эффективности данной комбинации. Ну вот вы видите, это вирусная нагрузка при применении лобиновира и литонавира и в группе контроля к 21 дню. К сожалению, практически не отличается эта статья, опубликованная в Миндзен Джон Ворф Миндсен. А вот, собственно говоря, улучшение, клиническое улучшение пациентов. Вы видите по дням, вот эффективность лобиновира и литонавира, а вот, собственно говоря, группа контроля. К сожалению, тоже в данном исследовании не было зафиксировано значимой разницы. Отдельно я хотел бы сказать несколько слов относительно применения дарунавира. Он появился в ряде локальных рекомендаций. И я хотел бы подчеркнуть, что на сайте производителя компании Johnson & Johnson, сейчас будет показан русский перевод, указано, что существует отдельное необоснованное сообщение относительно эффективности дарунавира против COVID-19. Производитель не располагает доказательствами того, что дарунавир оказывает какое-либо действие против SARS-CoV-2, и даже наоборот, дарунавир не проявил активности в отношении SARS-CoV-2 в клинически значимых концентрациях. Эти данные не подтверждают использование дарунавира для лечения COVID-19. Поэтому, коллеги, обращайте внимание, учитывая, что данные поступают большим потоком, необходимо проверять те препараты, которые вы хотите использовать у ваших пациентов. Тацелизумаб. Шестая рекомендация. Обратите внимание, 56% не определилось. 14% против. Решение не принято. Но 30% уже за для госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмонией. Что это за препарат? Антиинтерлекин-6. По сути дела, интерлекин-6 – один из компонентов этого цитокинового шторма, и мы боремся с гиперэргическим воспалительным ответом. Тем более, сейчас появились данные, что интерлекин-6, равно как и дедимер, мы можем использовать как биомаркеры тяжелого течения COVID-ассоциированной инфекции. Вы видите, что на данном слайде показано, что интерлекин-6 имеет достаточно, как и дедимер, имеет достаточно приемлемую чувствительность и специфичность в плане определения пациентов с тяжелым течением инфекции. И именно поэтому применение интерлекина-6 именно у этих пациентов, оно может быть оправданным. Системные стероиды. Подавляющее большинство высказалось против применения системных стероидов для госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмонией. И, наконец, те рекомендации, за которые однозначно высказались за эксперты. Это, конечно, вентиляция пациентов в положении на животе, так называемая промпозиция. У пациентов с рефрактерной гипоксимией вследствие прогрессирующей COVID-19 пневмонии или применение ЭКМО для пациентов с рефрактерной гипоксимией из-за прогрессирующей COVID-19 пневмонии или развития МОРДС, у которых неэффективна вентиляция в положении на животе. Как вы видите, 99% за восьмую позицию высказались за эксперты, 70% за применение ЭКМО в высокоспециализированных центрах. Коллеги, действительно, это работает, и поэтому вы можете применять это и должны применять в лечении пациентов с COVID-инфекцией. И поэтому, суммируя все вышеизложенное, специфическая терапия COVID-19, как она представлена в наших российских рекомендациях Минздрава, как вы видите, представлены лапинавир и тенавир в соответствующих дозировках, возможность применения хлорохина, гидроксихлорохина с соответствующими схемами. Применение тоцелизумаба по 8 мг на килограмм веса пациента. Ну, указывается возможность применения интерферона, рекомендантного интерферона, бета и альфа. И расписаны рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания. Естественно, они постоянно пересматриваются, адаптируются, учитывая поступающую всю новую и новую информацию. Ее можете посмотреть в соответствующих руководствах. Коллеги, мое выступление закончено. Я хочу вас призвать всех коллег, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией, в первую голову помнить о безопасности медперсонала, в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты адекватной, чтобы наши врачи, они находились в строю, потому что в ближайшее время, к сожалению, им предстоит достаточно много тяжелой работы. Удачи всем нам. Спасибо за внимание. Продолжение следует...